Во всех ситуациях, жизненных даже, он всегда стремился наперекор судьбе. Если его зажимали, значит он решил уехать. Но он поставил себе цель стать чемпионом мира. И он считал, что здесь ему не дадут стать чемпионом мира. Он действительно великий шахматист. В великой шахматной державе он вырос. Потом, когда его стали зажимать, он остался за границей. Все ему аплодировали. Нормальные люди, кроме ЦК КПСС. Все были на его стороне. За всю историю советских шахмат это был второй случай бегства из страны знаменитого гроссмейстера. Московский шахматист Ефим Боголюбов после берлинского турнира попросил политического убежища у властей Германии. Тогда же, 23 марта 1931 года, в Ленинграде появился на свет Витя Корчиной. Мать моя была еврейка, а отец, отец, вот не ясно. Отец родился на Украине. У него, что ли, корни польско-украинские. Так это выглядело. Мать и отец не жили дружно. Мы ссорились, и большую часть жизни, юной жизни, я провел с отцом и его матерью, моей бабушкой. В конце 30-х его родители окончательно расстались. И мамой Виктор Корчной много лет называл добрейшую Розу Абрамовну, вторую жену отца. Она в приемном сыне души не чаяла. По-настоящему Роза Абрамовна отругала Витю только один раз. Он был тогда уже подростком, и надо было определяться с графой национальность. Пришел к управдому, и говорю, вот у меня отец такой-то, мать такая-то. Значит, материнские больше 50%, а отцовские, что ли, гены меньше 50%. Запишите меня евреям. Он сделал это, а потом я пришел домой и разобрал на... Меня сказали, что я круглый идиот. Побежала к управдому, и записали меня русским. В 65-м история повторилась. Только теперь надо было разобраться с национальностью сына Корчного Игоря. Я пришел к директору школы и объясняю ему, вот его мать, она стопроцентная армянка. А что касается папы, папа неясная. Запишите его армянин, он у меня пришел домой. Моя жена армянка сказала, что я полный идиот. Побежала и записала его русским. После побега отца на запад Игоря Корченова исключили из института, и тут же ему пришла повестка. И вот стали призывать в армию, он пытался прятаться, его поймали, и он, по-моему, некоторое время провел, в общем-то, в местах не столь отдаленно. Игорь действительно отсидел три года в тюрьме по статье «Дезертерство». Виктор Львович на эту тему говорить отказался. По его версии, проблема Игоря была только в том, что его и первую жену Корченова, Беллу, долго не отпускали за границу. Он очень хотел уехать, но советские власти ни в коем случае его не отпускали. Советские выдержали паузу шесть лет. Ровно через шесть лет, в июле 1976 года я остался, в июле 1982 года их выпустили. Поскольку мой сын знал французский язык, и моя жена владела французским, они отправились жить в город Лозанну, где сын поступил в университет, окончил его, и сейчас имеет приличную профессию, связанную с компьютерами. В своем детстве Виктор Львович тоже видел не слишком много отцовской ласки. Он пережил ленинградскую блокаду. Мальчишка видел кровь, боль и беду. Погибал от голода в расстрелянном замерзшем городе. Чудом выжил. И во второй раз был при смерти от горя, когда с фронта пришла похоронка. Отец был в народном ополчении, по возрасту ему было 30. В народном ополчении. Ополчение попало под немецкий огонь, и он утонул в Ладовском озере. Фактически он воспитывался чужими людьми, что тоже, в общем-то, не способствовало его хорошему характеру. И мне казалось, вот мое впечатление было, что он, так сказать, родился, стал такой немножко волчонком, знаете, который сидит и все время опасается, что на него кто-то бросится, и поэтому он бросался первый. В шахматы Виктор начал играть еще до войны, с отцом. Когда в 44-м, сразу после снятия блокады Ленинграда, 13-летний мальчик неожиданно победил на юношеских соревнованиях, газетчики поспешили назвать его вундеркиндом. Корчной до сих пор считает это большим преувеличением. Мастером, что ли, шахматным стал в возрасте 20 лет, игросмастером в возрасте 25. В возрасте 47 лет я имел свои, что ли, самые большие успехи. И в этом возрасте, или в возрасте 42 лет, бросил играть знаменитый шахматист Каспаров. Он бросил играть, а я в этом возрасте, в возрасте 42 лет, еще учился. Это неожиданное признание наверняка удивит многих знатоков древней игры. Среди них Корчной всегда считался человеком с очень завышенной самооценкой. В стиле «Лучше меня играет только Господь Бог». На самом деле, его путь к шахматному Олимпу был долгим. Чемпионом СССР я стал, во-первых, с восьмой попытки. То есть я восьмой раз принимал участие в отборочных соревнованиях на первенство СССР. Это было в 1960 году. Ну и с этого, собственно, началось дальнейшее мое восхождение. Вообще, играть с Корчным было очень интересно, потому что он был бойцом очень сильно. Мы с ним играли не меньше дюжины партий. Все они проходили очень интересно. И мне иногда бывает приятно вспомнить, и он выигрывал, и я выигрывал. Но всегда, как правило, была большая борьба. Мой опыт как тренера говорит, что шахматисты делятся на определенные группы. Вот самая сильная мотивировка у шахматистов, это я их называю, ну, так, фигурально, убийцами. Это шахматисты, которые, если сравнивать с боксом, стремятся обязательно нокаутировать своего противника. Сломить его не столько физически, сколько морально. Вот это характерное качество вот этих шахматистов, которые, ну, я называю убийцами. Таким был Фишер, таким был Ботвинник, и таким является Корчной. Гроссмейстер Юрий Львович Эвербах до сих пор считается в шахматном мире образцом интеллигентности и абсолютного отсутствия интриганства, которое так принято в клане шахматных королей. Он много лет возглавлял Федерацию шахмат СССР, умело гасил конфликты между амбициозными коллегами и никогда не ссорился ни с кем из них, кроме Виктора Корчного. В 1974-м Корчной встретился в отборочном матче на первенство мира с Анатолием Карповым. Там возник, в общем, спор по такому простому вопросу, когда начинать игру. Дело в том, что Анатолий Евгеньевич Совой был, и он хотел, чтобы матч начинался в 5 часов, а Корчной, наоборот, хотел, чтобы матч начинался в 4. Вот, и Корчной мне позвонил из Ленинграда и попросил моего содействия. Эвербах тут же встретился с чиновником из спорткомитета, который отвечал за шахматы. Давайте мы начнем в 4.30, и тому будет не обидно, и другому будет не обидно, на что последовал такой железный ответ. Ни в коем случае. И в результате, значит, вопрос не был решен в пользу Корчного. И тогда Корчной мне написал откровенно хамскую открытку. Я после этого перестал с ним разговаривать, и, в общем, мы, по-моему, лет 25 не разговаривали друг с другом. Тот отборочный матч 1974 года, по словам Виктора Львовича, открыл ему глаза. Карпов – фаворит. На него ставка чиновников. Карпов был послушным гражданином. А я плохо вписывался в правила поведения советского гражданина. Карпов был стопроцентно русский. Мне не совсем было ясно, кто я. Корчной до сих пор считает. Его проигрыш Карпову в 1974 – результат жестокого давления на него советских властей. Через два года после того поражения Гроссмейстер сбежал из СССР. Но только сейчас, спустя три с лишним десятилетия, Виктор Львович признался – у него был шанс остаться на Западе гораздо раньше. А я отказался. И почему вдруг это так? Случилось это в Западной Германии в 1965 году. И мне очень обидно, что это не состоялось. Ко всему нужно подготовиться, ко всему нужно созреть. 1978 год. Филиппины. Город Багио. Действующий чемпион Карпов против претендента на шахматную корону Корчнова. Самый скандальный чемпионат мира за всю историю шахмат. Перед этим Корчной блестяще выиграл все отборочные встречи с лучшими мастерами планеты. Карпов тоже. Решающий поединок в Багио. С первых же дней турнира западная пресса писала – шахматный праздник стал грязной политической игрой. А в советских газетах репортажи из Багио сопровождались зубодробительными статьями о предателе-отщепенце Корчном. Бездарят шахмат. Правда против мерзости. Иуда играет черными. Мы ему немножко сочувствовали всегда. Потому что, ну, как бы, претендент его называют, все там, отщепенец. Но когда вот так вот человека уже смешивают с грязью, всегда чуть-чуть сочувствуешь этому волку-одиночке, который уехал, потому что бросил вызов.